Юбилейные 2000 рублей получат все дети войны Алтайского края, причем даже не имеющие такого статуса официально. Главное – дата рождения – с января 1928 по 3 сентября 1945. Всего таких 130 тысяч человек. В любом случае выплаты будут предоставляться до декабря этого года. Поэтому даже если что-то не получилось в апреле-майе, не переживайте, выплаты получат все. Закон о выплатах детям войны неожиданно на тропу войны вывел фракции. Оппозиция, знаменуя победу этой инициативы, стала вспоминать свой вклад в дело. А еще, что разовые выплаты меры недостаточные, нужны выплаты регулярные. Впервые мы, фракция «Продвижа России», в 2011 году выходили с законом об установлении единовременной выплаты в размере 5000 рублей. Как Мария Николаевна справедливо сказала, каждый раз эти законы отклонялись. Статус «Дети войны» был утвержден и уносился двумя фракциями. Мы с вами, Александр Владимирович, даже в ходе телевизионных дебатов, по-моему, это уже выяснили. Так что вы, конечно, не популист, а просто лгун. Необходимо, чтобы подобный закон был принят на федеральном уровне. Но пока данного закона нет, нам стоит на региональном уровне продолжать работу. В итоге единогласное «за» и обещание вернуться к этому вопросу позже. Еще одна назревшая проблема – сохранение зеленых зон города. Депутаты обязали высаживать деревья вместо срубленных. Привлекать к этому по проекту будут физлиц, компании, мупы, органы местного самоуправления, смотря кто спилил. Восстанавливать зеленые уголки будут на том же месте или рядом. Условно решили какой-то важный социальный объект где-то у парка, что-то захватили или у сквера. Соответственно, органы местного самоуправления должны выделить участок в радиусе 300 метров в этом же микрорайоне. Уже либо площадь в два раза должна быть увеличена, либо высадка деревьев в двойном размере. Предусмотреть мы должны, видимо, чтобы в наших муниципалитетах появилась какая-то программа озеленения, вот как это сделал город Барнаул. Также в первом чтении депутаты одобрили проекта пассажироперевозчиков. Предполагается, что за два и более административных правонарушения в течение года их начнут лишать лицензии. Однако список нарушений депутатам еще только предстоит утвердить.